Никто не знает, сколько звёзд на небе, есть ли жизнь на других планетах и кто сегодня победит. Но мы знаем, что при боли в горле помогает спрей «Тантум Верде Форте». «Тантум Верде Форте» — двойная сила против боли в горле специально для взрослых. На сцене Женя Синяков. Привет всем, всем привет, 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 привет всем, всем привет. Я тут недавно участвовал в кулинарном шоу на ТНТ, стал поваром недели, вот выиграл. При этом абсолютно не умею готовить. Абсолютно не умею готовить, но вот выиграл в кулинарном шоу, и после этого меня позвали ещё в несколько таких передач. И я вообще только в этот момент осознал, как много стало кулинарных шоу. Особенно с Ренатом Акзамовым. Если кто вдруг не знает, Ренат Акзамов известен тем, что он делает большие торты, делает торты для звёзд. Вот, например, такой торт он испёк Киркорову. Да в этом торте можно крестить и венчать людей. И помимо того, что он делает большие торты, он ещё делает огромные торты, просто здоровенные. Вот этот торт, этот торт, вот. Да у меня квартира меньше, чем этот торт. Я не удивлюсь, если в западном и восточном крыльях разный климат. Ещё и заметили, там горит свет, он провёл туда электричество. Просто бисквит Акзамова демонстративно вертел весь мировой энергокризис. Вообще, мне кажется, если Ренат Акзамов подойдёт к абсолютно любому предмету, все подумают, что это торт рядом с ним. Я вот не удивлюсь, если это не Малахов, а торт в виде Малахова. Вообще, Акзамов как-то, ну, нездорово увлекается тортами. Он, мне кажется, помешан на тортах. Мне кажется, он торты любит больше, чем людей. Да ладно, больше, чем людей. Больше, чем любимого человека. Вот Акзамов с женой, а вот с тортом. Видите, какой радостный рядом с тортом. Да это, это даже ещё и видно по углу радости большого пальца Акзамова, что рядом с тортом он счастливее. Вообще, конечно, люди просто помешались на идее. И сейчас огромное количество футблогеров. Например, есть такой футблогер Георгий Кавказ. Это обычный мужик из Пятигорска, который на мангале жарит мясо. И у него больше, чем 6 миллионов подписчиков. Вот у него самое популярное видео на канале. 125 миллионов шашлык из страуса. Вы представьте, как офигел страус. Родился на родине Пушкина, умер там, где убили Лермонтова. И у него куча таких видео. У него есть ещё, смотрите, шашлык из змеи, шашлык из верблюда, шашлык из крокодила, из бизона, из буйвола. Где он вообще берёт всё это мясо, а? Что-то мне подсказывает, что у него какой-то родственник работает в Пятигорском зоопарке. Я ещё думаю, хорошо, что Ной со своим ковчегом причалил к горе Арарат. Доплыл бы до Пятигорска, всё, из каждой твари было бы по паре шашлыков. И реально. Удивительный человек этот Георгий Кавказ просто. Вот у него любой ролик набирает кучу просмотров. Он берёт и говорит. Сегодня мы будем готовить мою самую любимую яичницу. И потом 16 минут готовит яичницу с овощами и набирает 6 миллионов просмотров. 6 миллионов просмотров. Он 16 минут готовил яичницу. Я месяц пишу монолог. У меня максимум 2 миллиона просмотров. Я со своим творчеством могу сравниться разве что с рыбой в тандыре от Георгия Кавказа. Вообще, знаете, даже немного так обидно осознавать, что я в целом виде набираю меньше просмотров, чем на канале Георгия я бы набрал в разделанном. И ладно, да? Они хотя бы готовят что-то, что действительно удивляет. Но люди настолько помешаны сейчас на еде, что готовы смотреть абсолютно любое видео про еду. Даже с дурацким названием. Вот полно таких вот рецептов в интернете есть. Типа, муж просит готовить этот торт 3 раза в неделю. Сразу, да, такой вопрос. А что такое делает муж, что его пробивает на сладенькое именно 3 раза в неделю? Или вот такое видео было. Это мясо можно есть губами. А зачем? Зачем вообще мясо есть губами? Я что-то ни разу не ел мясо с мыслью, ммм, как вкусно. Ну вот бы в этом еще не участвовали зубы. И главное, это не только в интернете, знаете, какие-то чудики. В реальной жизни уже полно гастробезумия. Вот в Москве же все просто с ума сошли по еде. В одном из московских ресторанов в совершенно обычном рестике подают вон какой чебурек. Вы посмотрите. Да он просто огромный. Это же непонятно. Это человеку принесли чебурек или чебуреку принесли человека, а? Да в рейндж-ровере подушка безопасности меньше. Этот чебурек, ну его нужно же есть не в перчатках, а в доспехах. Его нужно победить в честном бою. Я не удивлюсь, если рано или поздно в этот чебурек электричество приведет Ренат Акзамов. Да. Вообще сейчас есть какие-то просто невообразимые кулинарные изыски. Это ненормально. Блиновская в том году отпраздновала день рождения на 120 миллионов рублей. Была суперкрутая вечеринка. Но всем запомнилось меню с этого праздника. Вот кто-то в сторис выложил фотку этого меню. Я прочитаю некоторые пункты. Татаки изморала. Филе муксуна с томленным козлобородником в грибном демигласе. Нежный терринный стаймени с ферментированными огурцами, с биском и скатуньских рыб. Сука, я понимаю только предлоги. Такое впечатление, что когда готовили, поварскую книгу перепутали с красной. Куча сейчас крутых ресторанов в Москве. Вот с какой-то очень пафосной кухней. Есть мишленовские рестораны. Но уже же появились и люди, которые с претензией к еде. Которые приходят в ресторан не просто поесть. Они даже в этих ресторанах умудряются найти до чего докопаться. Вот есть крутой московский ресторан. Куча положительных отзывов. Но вот одна девушка берет и ставит ему три звезды. И пишет. Свежевыжатый грейпфрутовый сок, водянист. Кофе средний. Десерты непримечательные. Что я? Непримечательные десерты? Причем вот десерты в этом ресторане. Вот это вот непримечательные десерты. Нет, согласен, конечно, примечательной тут выглядела бы только вот эта полоска из школьной столовки. Вот она, да, сразу привлекла бы внимание. Безумие, безумие. Про другой ресторан, Мишленовский, пишет девушка. Ресторан получил две звезды Мишлен. Но вкусовых оргазмов мы не получили. Про этот же ресторан другая пишет. К моему удивлению, вместо еды, вызывающей вкусовые оргазмы от каждого блюда, была просто еда. А еще говорят, да, сложно достичь женского оргазма. А тут конкурент помощнее. Вкусовой оргазм. Есть ресторан в Москве, куда привозят свежие морепродукты, с Дальнего Востока их везут. И человек ставит одну звезду этому ресторану и пишет. Не подают окрошку. А ты... А ты нахрена вообще в рыбный ресторан пришел есть окрошку, а? Это же все равно, что... Что значит, у вас нет селедки под шубой? Вы вообще сушибар или что? Я не понимаю. Знаете, вообще я понял, что? Что это безумие не остановить. Да. И раз людям нравится еда гораздо больше, чем юмор, я решил стать футблогером. Но, так как я не умею готовить, я решил ворваться в эту движуху с обратной стороны баррикад. Сегодня мы будем готовить резидента Камеди Клаб Женю Синякову. Только у меня одно условие. Меня нужно приготовить так, чтобы мое мясо можно было есть губами. Посмотри на него. Тогда мы будем готовить яичницу. Что? Что не так? Что не так-то? Я хотел популярности. Потому что любая яичница наберет больше просмотров, чем ролик с Женей Синяковой. Ребят, у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем хорошего вечера. Всем хороших выходных. Пока-пока-пока-пока. Что глухой поселок в Сибири, что элитный поселок в Подмосковье. Ко мне дядька из тайги приехал крыжовник. Варенье из крыжовника. Михалыч везде чувствует себя как дома. Ты охренел, что ли? Воняет на весь поселок. Мне в соседях все позвонились. А, что, слюньки тихут? Так завидует. Просто Михалыч. С 30 января в 9 вечера. А с тобой? Интересно. Сам кайфую. Уже 50 лет. Премьера на ТНТ. Субтитры подогнал «Симон»